Вот и пришла она, долгожданная, щедрая на яркие цвета, ароматы и звуки, весна. Но с еще большим нетерпением ждем мы другую весну, студенческую. Грандиозный праздник, торжество студенческого творчества и вдохновения. Взрыв эмоций и калейдоскоп событий вновь приходит в наш город. В красноярских вузах наступила горячая пора, градус творчества просто зашкаливает, кипят мозговые штурмы, в режиме нон-стоп идут репетиции. Впереди региональный этап фестиваля «Студенческая весна-2017». Хотелось бы, прежде всего, чтобы вот эти вот ребята, которые готовятся, они чтобы самореализовались. В том году СФУ занял первое место и ребята смогли скататься в Казань. Они просто были обалденно счастливы в такой возможности, поэтому участвуйте в студии с ней, потому что это очень круто и открываются большие возможности. Но за любым талантом стоит большая ответственность. У студентов эта ответственность перед родным вузом, а затем и перед всем краем. Каждый коллектив стремится представить на суд жюри и зрителей нечто особенное и фееричное. Если прям трейлер «Первая панк-рок-опера», «Мир в опасности», «Три богатыря должны встать на защиту государства», «Дым», «Три богатыря и злобная маска». Ну, типа того. Зрелищность. Неотъемлемая часть любой студенческой весны. И это, как никто понимают участницы танцевальных коллективов педагогического университета. Я, безусловно, верю, что нам удастся осуществить что-то невероятное и бомбическое. У нас замечательный коллектив юных девушек. Мы собрались в этом году. Каждая девушка по-своему красива, по-своему привлекательна, старательна. И каждая старается что-то сделать, чтобы у нас в целом получилась какая-то общая, красивая, хорошая постановка. Студенческая весна всегда приходит в лучших традициях, складывающихся десятилетиями. И в то же время каждый год радует чем-то новым. И не станет исключением и студвесна 2017. Участников студенческой весны ждет ряд нововведений. Таких, как номинация тележурналистика впервые пройдет в формате очного конкурса. То есть участникам в начале фестиваля будет предложено задание. На протяжении нескольких дней они его выполняют. И к концу фестиваля представляют свои работы на суд жюри. Участникам вузовской программы будет представлена тема. Молодежь Красноярья. То есть на эту тему они выполняют постановки своих вузовских программ. И номинация битбокс и рэп-музыка будет выделена в отдельный жанровый конкурс. Самое главное не бояться. Все-таки 4-5 лет студенчества есть. Нужно их использовать по максимуму. Самое главное перестать быть овощем. А дальше творить, творить, творить и только творить. Студенческая весна это событие, в котором должен принять участие каждый молодой человек. Это шквал ярких эмоций и незабываемых впечатлений, которые нельзя пропустить. Как говорил один мудрец, не надо стесняться. Студенчество это то время, когда нужно все испытать. Не секрет, что каждый начинающий талант хочет выйти на большую сцену. И где это лучше сделать, как не на студесне? Творчество это ответ на все. Дерзайте, увидимся на студесне.